Привет всем! Это 12 стульев и мы все еще ищем стулья. И вот он! Один стул уже есть. Вот он перед глазами. Не один, два. Один в редакции. Вот второй. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. В принципе, в конце серии мы слышали ее словарный запас. Прекрасный прям. Там действительно 30 слов, хотя мне кажется даже меньше. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Мрак. Она хочет сказать, что когда такое скверное настроение, комплименты от чужих мужчин ей совершенно безразличны. Да? Хуже того, неприятны. В одном слове? А в связи с чем у нас скверное настроение, неразделенная любовь. Хамите? Вовсе нет. Посточительная депрессия, вызванная бытовыми неуядицами. А вы позвольте узнать, кто? Сурдопереводчик ее. А, собственно, это все-таки женщина в голубом костюме, да, с беретиком. А где второй? Она купила два. А откуда ты знаешь, что она два купила? А, он же сказал, какая-то шмара два и один кто-то там унес, по-моему, да? Три стула у дома с кошкой, да. А, все правильно. Кстати, вы, кажется, купили вчера пару таких стульчиков. А где, интересно, второй? Ну-ка. Жить. Она говорит, что не любит, когда кто-то сует нос в ее частные интересы. Она девушка свободная и будет жить так, как считает нужным. Да, пожалуйста, живи, пожалуйста, куда купила. А как же к этому относится ее муж? Как ребенок. Ее муж не в состоянии обеспечить своей жене достойный уровень существования и удовлетворить даже самые ничтожные запросы. Ты посаря. Поэтому его мнение здесь никому не интересно. Не, ну аналогично, да. Собственно, квартира, несмотря на то, что, как бы, это вроде как квартира, очень напоминает, по сути, в общежитии комнаты. Там ведь комната у них, а здесь квартира не больше, чем комната. Хотя, может быть, там просто с такого ракурса показывают. А может быть, вы хотите продать стул? У нас нет денег, чтобы купить, надо только отнять. Может быть, вы хотите продать стул? Мы заплатим больше, чем вы потратили на аукционе. Не, бред. Подумаешь? Что это означает? Ей сейчас нет дела до всяких мелочных интересов. В другом настроении она еще может уделять внимание биту, но сейчас этот самый бит ее просто вымотал. То есть она достаточно быстро впала в депрессию. То есть она покупала стул, видимо, еще не в депрессии находясь. Угу. Приятно было пообщаться. У вас вся спина белая. Но у вас вовсе не белая спина, товарищ Бендер. А у меня, посмотрите. По-моему, она нас послала послать. Не обращайте внимания. Это она шутит так. Она умеет шутить. Так, а вы что скажете? Мадмуазель Фима Собак слала культурной девушкой. Ага. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей были известны такие слова, которые Эллочке даже не могли присниться. 180. Послушайте, а вы вообще-то кто? Друг семьи? Не всей, только Эллочке. И не надо ко мне приставать. Больно надо. И все. Ипполит, давай ты попробуешь. Можете ответить на пару вопросов. Вы что же, соблазнить меня намереваетесь? Не смешите дедушку, девочка. Да, беда. Давайте осмотрим ее квартиру. Она нас пустила толк с этого. Никакого. Почему у вас кран капает? Да. Муж? Подлец. Сбежал и починить не успел. Ясно. Ясно. А это что? Вы мусор. Давно выносили. Мусор обычно Эллочкин муж выносил, пока он не ушел. А ушел почему? Что же он мусор-то не захватил? Логично. Козел тебе же сказали вообще ни на что не годит. По этим вырезкам мы можем судить о внутреннем мире хозяйки квартиры. Да? И каков он? Сами видите, не очень хитроумен. Сего-то. Ого! Че? Не трогайте мебель, пожалуйста. Вы в гостях, а не на выставке достижений народного хозяйства. Разве предложить гостям присесть нехороший тон истинного гостеприимства? Не учите меня жить. Ясно. Когда настроение пошиве, то об этикете как-то не задумываешься. Действительно. Прекрасный мех. Жуть! Чего тебе теперь не так? Кошки облезлые! Так а зачем положила тогда кошки облезлые? Это что? Мужина рубашка, да? Какое прекрасное платье. А это платье? Ему так идут эти складки. В смысле платье? Хамите, парниша. Эти складки ему вовсе не идут. От них, наоборот, надо избавиться. Мята-одежда выводит Элочку из себя так сильно, как ничто другое. Да плюньте вы на эту ветошь. Я подарю вам несколько шелковых коконов. Их привез мне председатель ЦИК Узбекистана. Шутите? Обещать можно все. А Элочке уже сегодня не в чем из дому Вити. Платье мятое, словно обетка от конфеты. А все остальное уже безнадежно отстало от моды. Элочку это просто бесит. Так погладь. Вот утюг стоит. Как думаете, киса? Тише! Ты можешь подвинуться, киса? Да, он... Блин, прикинь, можно вот так отодвинуться. Давай погладим. Здесь все просто, как в пионерской правде. Видите, проводок из стены тянется. И? Я вижу. Странно, при этом утюг холодный, как известная актриса Вера. Вы за электричество давно вносили? Так свет горит. Видимо, никогда. Все, Элочке муж должен был. Элочка пользовалась этим хамским утюгом, пока в нем что-то не щелкнуло, заискаила и дым повалил. Что поделаешь, все новое несовершенно. А, ну мы его забрали. Хоть что-то, хоть что-то уже. Заседание продолжается. Логично. Надо его починить, да? Нет? Думаете, киса утюг способен выгладить все на свете? Хотел в этом убедиться. Подожди, вот тут комфорта горит. Я вам вот так скажу, что не все. Может быть мы его подогреем? Да, как по старинке чугуны эти утюги были. Если изнутри нагреть не получается, будем это делать снаружи. Логично. Как же мы нагреем плиту холодным утюгом? Заботливый вы наш. Мы поступим хитрее. Нагреем утюг плитой. Ипполит, ты заставляешь меня все больше и больше сомневаться в твоих... Наверное, наш утюг походский уже приготовлен. Пора снять пробу. В качественных способностях. Да, без остапа он, короче, никуда бы не продвинулся вообще. Ну-ка погладь. Только не сожги. А теперь, пока утюг не остыл, давайте разгладим этот шикарный туалет, который, похоже, еще недавно был толстовкой супруга. Да? Хамите. Че тебе опять не так? Я тебе платье глажу. Гладится? Он сейчас сожжет. Ну вот, теперь хоть в большой театр. А это явно рубашка какая-то. Красота. Напяливай, вали, я пошел просто убрать. Мы поняли. Это можете не переводить. Ну. Так хватай свою рубашку, женщина. Не думал, что между мятым платьем и глаженным такая ощутимая разница. Да ты как? Ну да. Вы, наверное, были очень нетребовательным ухажером. Элла, слышь, платье одеваем. Теперь в этой спецодежде даже на первомайскую демонстрацию выйти не стыдно. Так, ничего не понятно. Шутите. А что к тебе? Для выхода из квартир придуманы двери. У окон другое назначение. Да? Что происходит? Что происходит? Что происходит? А, просто пошли. Мы же не кошки, чтобы... Элла, слышь, давай ты пойдешь куда-нибудь в этом платье гулять, а мы возьмем твой стул. Все наши проблемы, мадам, будем решать в порядке очередности. Платье мы откладили. Платье мы откладили. Ну, что тебе теперь? Это хо да или хо нет? По-моему, это было... Пошел вон! Так мы ее проблемы решаем чучело. Она нам переводит ее текст. Может быть, ты переведешь ей наш текст? Она, наверное, не все понимает. Парниша! Чего? Не надо сюда садиться! Постоите! Зачем мы погладили ей платье? Кто-нибудь может сказать, а? Женщина! Все наши проблемы, мадам. Ха! Это... Это... Лаги... Так! Это просто... Послушайте, а вы вообще-то... Не все, только Эллочки! Больно. Мы видели. Что еще вы хотите? Ничего. Чайник? Чиса! А это чертовски невежливо! Организовывать чайпитие без приглашения на то хозяев. А если от них не дождешься? Значит, неподходящая у нас физиономия. Ничего, мы просто не успели толком познакомиться. Ситечка, давайте на чайник надеемся. А я имею в виду хозяйку квартиры. Сколько они долго переговариваются? Вообще прям полчаса. Увы, но... Не из всего можно делать заварку. Чито? Делать как раз можно из чего угодно. Пить потом не всегда можно. Вы, я гляжу, собираетесь чайку испить? Ну да. Да вы что, без сахара? Ой, смотри, какая жопа карамельная. Пока только без чинок. Да, не знаю. Не стоит оставлять этот столовый прибор. Он мне дорог, как память. Да ты слышишь? Грицацуевый. Да, о веселой вдовушке. Ой, она, наверное, там расстроится утром. Удобно, что в рот посторонние чаевые отходы. Хе-хе-хе. На, надо? Тебе надо? Смотри, чайная чудная вещица. Жуть. О-о-о. Она сейчас не в том состоянии, чтобы оценивать вещи непредвзято. А когда она будет в том состоянии? Да что? Что от нас хотят? Я не понимаю. Давайте его порежем. Но что здесь можно отрезать, с пользой для себя? Ё-моё. Не думал, что мне... Вы, наверное... То есть, короче, она тупо использовала как утюг. И за это ничего не дала. Ну, молодец. Можете ответить на пару вопросов. Вы что? Не смешно. Я не знаю. Девушки, никому больше ничего погладить не надо. Красота. Спасибо, пока нет. Так ты... Женщина. Женщина. Беспредел. Всё. Давай ей денег дадим. Хочешь денег? Не хотелось бы. Никогда я не... Понятно. Это ей не хочет неприлично показаться. Этой не хочет благотворительностью заниматься. Ну, какая... Да-да. Вот так всегда. Внешность очень много, значит. Нет, киса. Там вашим стульем ещё рановато пылиться. А всё, да? Надеюсь. Так, пойдёмте вниз. Попробуем. Смотрите. У нас, значит, вот этот вот на втором этаже, второй квартире, моется. Товарищ! Воды на всех не хватает. Поэкономни, пожалуйста. Какая? Да. Давайте вниз сходим, перекроем воду. Я предлагаю сделать именно так. Экономьте воду. Вот. Перекрывай. Точно. Ну-ка. Не будем говорить об экономии. Будем её делать. А вдруг кто-то сейчас мылся. Да, мы даже знаем кто-то. Значит, ещё и на мыле сэкономят. Теперь-то он нам откроет дверь. Ну-ка. Ну, быстрее, Ипполит. Ой, что же такое? Там по лестнице вполне можно было вдвоём пройти. Опа! Эрнест Павлович Щукин. Супруг Эллочки. А-а-а, да? Жизнь кипящая благодаря инициативе Эллочки в их семье поглощала все ресурсы. Далеко он убежал. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу. Отказался от прислуги. Разводил примус. Выносил мусор. И даже жарил котлеты. Но это не помогало. У него не осталось никаких сил. И недавно он принял решение пожить с супругой какое-то время раздельно. На разных этажах. Откуда у вас квартира столько? Что это за место для купания? Вы с ума сошли? Слушайте, гражданин. Вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню. Посмотрите, на что вы похожи. Прям какой-то пикадор. Ключ. Что ключ? Что ключ? Квартиры. Там оставил, да? Понятно, молодец. Вода окончилась. Я вышел, а дверь сохлопалась. Естественно. Ну зачем же без ключа выходить? Вот-вот. Зачем вообще выходить было? Без одежды. Вот именно. Очень глупое решение было. Что это за место? Эй, в смысле? Мы это уже викидаем. Где деньги? Ну зачем? Ебезно. Это бесполезно. Я уже даже головой туда бился. Так вы поэтому весь взмыленный? Я знаю. Нам нужно... Так. Пока он дойдет сейчас, нам нужно в окно. В окно лезть, Кэллочки. Так вот, Э плюс Э. Вот оно что. А вместо любви теперь жуть. Элла, короче. А что ее не устраивала? Котлеты не так жарила? Что ей надо? Женщина, можно у вас в окно влезть? Ой, это пока... Черепаха. Ну надо учитывать возраст, все дела. А у нее типа экран еще капал. Ее это бесило. Она мне об этом не сказали. Ну вот, экран больше не капает. А платье такое гладкое. Что мухи соскальзывают. Вы счастливы? Кран не капает. Заменито. Ей сейчас хорошо, как никогда. Тогда отдай стул. Думаю, что самое время продать нам стул. Лучше просто отдать. Чего? Она купила его не для переподажи, а для антуража. Он толстый и красивый. Ее впечатлил его дизайн, плавность линий и цветовое решение обивки. Но мы заплатим любую цену. Любую у тебя нету. Мрак. Для Эллочки сейчас не в деньгах счастье. Ясно. Так. Все в вашей обстановке так стильно и гармонично. Но вот этот анахронистический стул совершенно все портит. Абсолютно. Он сюда явно не вписывается. Могу помочь от него избавиться. Не пришей кобельхоз. Ну вы ее поняли, да? Нет. Но мы можем предложить что-нибудь взамен. Ситечка. Да что вы можете предложить? Ситечко. Нет. Ай-яй-яй. Были рады нашему с вами знакомству. Парниши? Хамите, парниша. Саветскими? Чего? С модными. Чего они сказали? Это, блин, они по полтора. Они так еще медленно. Если бы они сразу говорили. А то я уже думаю, что они закончили. И все. На, ситечко. Давайте совершим обмен неглядя. Обмен вашего стула. Ха-ха. Парнишуля. Она не настолько глупа, чтобы оставаться с дорогой мебелью неизвестно ради чего. Посмотрю. Так. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду. Так. Шутите. Не, вообще. Это какую же? Мы с Аллочкой вообще-то следим за всеми новомодными детей. А вот не за всеми уследили. Ты посмотри. Разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Именно. Жуть. Ты слышишь, ты чё? Это несчанство. Не могут в современной Европе так поступать. Ты даже не представляешь, как могут поступать в современной Европе. У меня как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привёз в подарок забавная вещь. Должно быть знаменито. Весьма. Мы уже давно мечтаем съездить в Вену, посмотреть на Эйфелеву башню, сходить на кориду, послушать удары Вик-Бена. Вена. Обширная страна. Да-да. Молчите, киса. Ого. Да. Ого. Вы обязательно там будете. Ощутить себя в Вене можно уже сейчас, поучаствовав в модной венской традиции с ситечком. Красота. Бери пока дарит. Ну хорошо. Попробуйте приготовить с этим ситечком чай, а там поглядим. Попрощайтесь с ситечком киса, больше мы его не увидим. Вся память о мадам Грицацуевой. Я это безразлично. А вот тебе оставь. Больше ничто не будет напоминать вам о мадам Грицацуевой. Почему мне? Это вам ничего не будет о ней напоминать. Именно. А вам, значит, будет. Ой, слышь, давай. Хватит меня путать. Давайте лучше чаем заниматься. Вот именно. Разливай давай. Ну. В чем дело? Чайник надо взять. Давайте возьмем чайник. Что ж, начинаем операцию чайная церемония. Готовы? Что я должен делать? Он пустой, наверное, да? Не мешать. Ну, конечно. Нет? Полный? Может, еще. Опустевший чайник это... Вы с ума. А знаете, киса, что... Бессмысленный. Ясно. Пойдемте вниз. Этот-то все равно уже наружу. Со своей водой. Включим воду. Будем долго идти. Но что поделать? Что поделать? Что поделать? Стоит такой... Вообще, зачем, в принципе, в таком виде выходить на Олесичную клетку? Шо ж ты такой пень? Ну, в руках че, мочалка, что ли, вот такая с двумя этими? Включай воду. Ну, все, поэкономили и будет. Без воды, как говорится, ни туды и ни сюды. Абсолютно верно, да. Включай. Подрубай. Ну-ка. Что это там внутри хрустнуло? Нет воды. Не знаю, вентиль вообще-то не должен хрустеть. Странно, как ни крути, а вода все равно бежит. Мы его... сломали. Да? Тише вы. Ну-ка, крутаня обратно. Странно, как ни... Тише. Главное, чтобы вода пошла. Это меня больше всего интересует сейчас. Сейчас, если воды не будет, то... Я не знаю, нам обратно надо, получается... А, там нет воды, там воздух один сплошной. Точно. В общежитии-то в этом. Эх, ты ж. Пошли. Трудовые резервы. Ну, давай. Ну, почему же они не могут одновременно идти? Это прям недостаток. Вот это жди, пока он тут один сначала пройдет, потом второй. Мы тут что? Выступать будем еще. Давайте. Вот здесь квартира, кстати, по идее, вот эта вот обивка должна быть мягкой. Вот это вот раньше были такие. Мягкая и вот эти какие-то штуки... Давай. Ну, вода в любом случае есть. Все нормально. Знаете, киса, что согласно чайной церемонии, набирать воду в чайник тоже надо... Нет. Я тоже об этом ничего не слышал, поэтому набирайте бесхитростно. Как умеете. Ну вот. Теперь я буду думать, как это бесхитростно. Киса. Ну? Отлично. Так, Астап, давай. Наливай. Не торопитесь, киса. Ай. Скажите по-человечески, что я сделал не так? Наоборот. Вы кое-чего не сделали. Что он нам сказал? Давайте еще раз попробуем. А знаете, киса, что... Так, подожди. Давай, первое. Не торопитесь, киса. Вы пропускаете важные этапы, делающие невозможным завершение начатого. Скажи... Наоборот. Киса. Ооо. Стайв. Стайв, мы так еще в 18 серии будем играть. Приступаем к самой длительной и кропотливой процедуре в чайном деле. Ну? Какой? Какой надо? Доводим воду до кипения. Главное здесь не перегреть. Давай. Дерзай. Значит, можно перегреть воду? Можно. Она испарится вся и останется чай пустой. Если ее докапли на пар извести. Вот-вот. Все, пошло. Кажется, булькает. Как думаете, вскипел? Да быстрей, конечно. Тем более, что сами мы пить его не собираемся. Вот именно. А вдруг хозяйка угостить надумает? Неудобно будет отказаться. У нее чашки нет лишней. Бери. Так. Чайник сюда. Давай. Сейчас рокировка произойдет местами? Угу. Отлично. Ну-ка. Девушки, чай по-венски готов. Требую немедленной дегустации. Ну? Нас долго уговаривать не надо. Ясен. Пень. Так. Ну что, есть разница какая-нибудь? Ну как? Знаменито. Красота. Главное убедить себя. Титечка действительно очень изысканная. Так и быть. Делайте со стулом все, что вам заблагорассудится. Хоть сидеть на нем можете. Хоть стоять. Хоть разрезать, хоть порвать. Не бойтесь, дамы. Мы просто попробуем поменять ему обивку. Не более. Очень хорошо. Мы, конечно, киса, можем сидеть в этой разговорчивой компании очень долго. Но у нас есть цель, если вы еще не забыли. Ну? Я помню, можете не сомневаться. А второй-то стул где? А, один, наверное, забрал ее муж, да? А в первой квартире третий стул как раз. Ну, там вряд ли что-то будет. Минус три. Осталось девять. Ну, что? Ничего. Пока все как обычно. Теперь-то новый венский стул пружин не стоит. На нем очень удобно. Мальчики, потише можно? Ничего, киса, пусть даже в стуле ничего и нет. Считайте, что мы заработали десять тысяч. По крайней мере. Как это? Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть она помеблируется за наш счет. Давайте в окно. Для выхода из квартир придуманы двери. У окон другое назначение. И все-таки, мадам, вы точно купили пару стульев. Где второй? Мрачный муж забрал. Ну, точно. И где его можно найти? Подумаешь. Чебо? Это Эллочке. Совершенно безызлично. Хотя он сейчас живет этажом ниже. А вообще, ее супруг Эрнест Павлович Щукин на заводе электролюстры работает. И своей жалкой зарплатой Эллочка попросту оскорбляет. Извините, пожалуйста. Горы-изобретатель, помешавшийся на своих железках. Шаболда какая. Спасибо, мы обсудим его изобретение позже. Значит, его окна под вашими расположены. Жуть. Хм, к сожалению, да. Ей все время приходится слушать его дуатское пение. Так, лезем. Ну вот, теперь все нормально, все логично, все как надо. Ну ладно, я полез к затопленному инженеру, а вы оставайтесь здесь. Да, давай. Осторожнее. Это вы тут осторожнее. Никуда не лезьте и к девушкам не приставайте. Ну все, пожелайте мне удачи. 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 Удачи, товарищ Бендер. Бендер. Мы все вас ждем. Возвращайтесь. У вас вся спина белая? Ой, да-да, я слышу. Да знаю. Да. Ой. Ой, тут все утопилось. Ой, все затопилось. А в смысле? В этой холодной воде я запросто могу заработать насморк. А при отсутствии в организме витаминов это слишком чревато. Да. Мы... Он же мылся. У него вода-то открыта. Мы сломали все. Ой. Если кнопок больше, чем одна, то обязательно должна прилагаться инструкция. Найти бы только то место, куда она прилагается в настоящее время. Так может он нам скажет? Нет? Эй. Нет. Прикиньте, нет. Так. Вот ведь наизобретал инженер-механик. И как ее теперь запустить? Да я-то откуда знаю. Пошли назад, спросим. Мне все равно еще придется сюда вернуться, так что ни с кем не прощаюсь. Дерзай. Назад. Давай. Идем. Да, быстрее. Ипполит, постой здесь, а то ждать пока ты будешь... Ждем, пока спустятся все четыре ноги. Здрасте. Эрнест, как вас там звать? Да у вас в квартире, кажется, полным ходом идет ирригация. Это какой-то кошмар. Если я затоплю соседей, меня завалит жалоба. Как все это прекратить, скажи мне? Теперь у вас там индивидуальный потопчик. Мои изобретения, рукописи, они же все утонут. Так скажи, как там сделать? Рукописи не горят, а вот про воду я сказать ничего не могу. И не тонут, да? Нет? В смысле? Да у вас в квартире... Это как... Если... Че так... Эту дверь не сломать. Сами сруби. Чего? Это бесполезно. Так вы... Эту дверь не сломать. Я сам недавно ее усилил от промышленных шпионов. Сами срубили под собой сук. Я думала он нам скажет, как там че нажать надо. Но он не хочет. А зачем мы вниз-то пошли? Ой! А подожди, давай... Гражданин, уровень вашего храпа превышает нормы социалистического общежития. Проснитесь, вы тонете. Ясно. Этому без разницы. Он спит вообще как убитый. Так. Эрнест, ты почему нам не хочешь... Эрнест, же дай его звать. Эрнест, ты почему нам не хочешь сказать, как разобраться с твоими этими навороченными механизмами в квартире? Теперь у вас там... Мои изобретения... Рука... Ясно, пойдемте. Может, надо опять у Эллочки сейчас спросить у этой нашей. Она нам скажет, что типа это муж, там изобретатель, злобретатель, все дела. Он там все навертел, накрутил и, в общем, короче, обращайтесь к нему. Ну-ка, попробуем. Так, слышь, Элла. Ипполит, уже дойди в свое место. Встань куда-нибудь. Чуть мог стоять здесь. И все-таки, мадам, вы точно ку... Мрачным. И где его... Пад... Это Эл... Спаси... Жуть. Хм, к сожалению. Понятно. Бесполезно. Значит, хорошо идем вниз. Ну ладно, я полез к затопленному инженеру. Осторожнее! Это вы тут осторожнее. Никуда не лезьте. И удачи! Мы все... Угу. Давай. Так, хорошо. Что мы можем нажать? Вот. Это не работает. Это корыто плавает только потому, что в нем нет меня. Ну, нажимай кнопки все подряд. Зачем же у этой штуки столько выключателей? Чтобы конкуренты не догадались? Да, в смысле? А, а он ее переключает в итоге? Перебрать все комбинации просто невозможно. Да подожди, возможно. Нет? Теп. Либо ты запускаешься, либо я тебя ломаю. Согласна. Давайте все подряд пробовать. Самое обидное, что даже если бы была бы инструкция, то я, наверное, все равно действовал бы наугад. Логично. Давай. А включается ли она вообще? Так. Эм. Больше нет никаких? Ну, видимо, нет. Подвинься. Э, Астап! В смысле? Давай. Кажется, эту комбинацию я уже испробовал. Подожди. Давай, нажимаем. Я могу здесь сидеть и щелкать переключателями, пока вода сама не высохнет. По-моему, она ниже стала, нет? Он так не кажется? Наверное, этот инженер и в ванной у себя подобное управление внедрит. Давай, 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 давай. Вот это вот. Теперь нажимаем. Как может прийти в голову подобная система включения? Только когда стоишь голым в подъезде, я думаю. Так, что-то не получается. Ну, мы вроде все перепробовали, нет? Если кнопок больше, чем одна, то обязательно должна прилагаться инструкция. Найти бы только то место, куда она прилагается в настоящее время. Астап! Ипполит! Отлично дошли. Нет, серьезно? Короче, я не знаю. Мне пришлось залезть в прохождение, но там сказано, что нужно посмотреть вот на этот журнал. Я пыталась. Это же стол для ознакомления с самым свежим номером. Для... Ничего не происходит. Из-за того... Хоть застрелить. Я тебя даю. Ваша века. Написано, что прямо вот спешим к дому... Ну, куда ты убежал-то? Спешим к дому народов и идем... Заходим внутрь, идем в редакцию газеты «Станок». На столе в левом углу рассматриваем новый номер станка и запоминаем расположение ручек на фотографии механизма. Интересно, что же здесь... Я не знаю. Здесь какая-то бредятина. Возможно. Нет, не туда пошли. Я, мне кажется, перепробовала прям вот... Я не знаю, я это оставила в записи или я уже выключила на тот момент запись. Черт его знает. Этот вообще живодер над кошкой издевается. Сейчас мы тебе натянем на уши трусы. Ну, тут вот прям написано четко, что расположение видно на газете. Мне кажется, мы уже все перепробовали. Я не знаю. А включается ли она вообще? В смысле? А-а-а, подожди, тут еще какая-то кнопка? Кажется, эту комбинацию я уже испробовал. Я поняла, мы не нажимали кнопку в прошлый раз. Наверное, этот инженер и в ванной у себя подобное управление внедрил. Так, все, давайте еще разок. Я запуталась. Я запуталась в этих... Вот ведь наизобретал инженер-механик. И как ее теперь запустить? Ну-ка. Да-а-а! А что он сделал? Он просверлил... Что? Да ну! Да что же это творится, товарищи? Я буду жаловаться прокурору! Мы топу просверлили ему. Лучше общество спасения на водах! Надеюсь, этот матрос догадается открыть иллюминатор в своем трюме. Мы топу просверлили ему, короче, дырку и все уплыло. Не время его разглядывать, надо действовать. А, разрезаем, да? Офигеть! Короче, да. Слава богу. Я потому что боялась, что если мы не посмотрим в этот в итоге журнал, то у нас не получится действие. Но благо здесь такого нет. Вот я не знаю, что с этим журналом, какая-то беда с этой газетой, но не желает. Ну что ж, момент истины вряд ли, ну естественно. Как-никак. Да. Шансы увеличиваются, но это как-то не особо радует. Представляю кислую физиономию Воробьянинова, когда я скажу ему, что и этот стул не удостоился внимания его тещи. Вообще, судя по всему, это... Спасибо этому дому, пойду к другому. Отлично, открой, пожалуйста, ему только дверь. Я пополз. Можете заселяться, товарищ. Клопы с тараканами теперь вас долго не побеспокоят. Вы меня просто спасли. Извиняюсь, не могу подать вам руки. Я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел. К тому, видно, и шло. Я очутился в ужасном положении. Если бы не вы, я бы погиб. Да, со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного. Вы извините, я побегу. А то женщины мимо проходят неудобно как-то. Какие тут всего три квартиры. Ладно, домыться не забудьте. Ну. Ну. Ну что? Все плохо, Ипполит. Что? Все. Улыбнулась нам. Нет. Счастье. Не в этот раз. Счастье Кейса всегда приходит в последнюю минуту. Вы глянули наук. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдут два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно. Затем семнадцатый, тридцатый, тридцатый, тридцать первый, пятый и снова семнадцатый. И вот когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Нужно лишь терпение, и вы дождетесь. Я так понимаю, что стул был пуст. Естественно. А вы думали, я камушки припрятал? Может, еще обыщите меня? Было бы неплохо, но я точно не дожди. Ну ладно, зато шансы увеличились. А! По закону подлости наши драгоценности будут в самом последнем стуле. Пойдемте вниз, но мы, надеюсь, этот дождь пробудил этого человека, который спал без пробудного сна. Ну что, навестим утопленничка. Да будет вам так шутить. Ну а че он? Дозваться невозможно было. Куда у него вода утекла? Об Ави Соломе Владимировиче из Нуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Он оставался неизвестным. Хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе и Капабланко в шахматах. Серьезно? Шаляпин пел, Горький писал большой роман, Капабланко готовился к матчу с Алехиным, а Ави Солом из Нуренков острил. Ага. Причем делал это не бесцельно, а для филетонов, в которых высмеивал пороки нашего общества и вместе с тем оставался безызвестным. Его кипучая натура не могла с этим мириться. Так и еще бы. А вам чего, товарищи? У него, кстати, не одна дырка в потолке. Смотрите, у него не первый раз, походу, просверливает. А это что вот это за... Смотрите, тут, короче, обведено все. И Кошара, Кошара, кстати, он похож на... Это он, она не знаю, но похож на эту. Хлои из тайной жизни домашних животных. Хлоя с Алиэкспрессом. Мы казенные курьеры. Сейчас будем вывозить мебель. Вы с ума сошли? Я протестую. Вы не имеете права. Ей же, наконец, за закон. Хотя он дуракам и не писан, но вам, может быть, по наслышке известно, что мебель может стоять еще две недели. Я пожалуюсь в мус-пред. Куда? Жалуйтесь хоть в маслоцентр, а наше дело маленькое. Попрошу очистить стул от кота. Стул? Орудие моего производства. Ему нельзя писать. Какого производства? Ты его только купил. Ой, блин. Что это вы здесь сырость разводите? Хотите, чтобы дом усадку дал? А вам-то какое дело? Вы что, управдом? Хуже. Мы из пожарной инспекции. Потушить ничего не желаете? Это что, шутка такая? А удостоверение у вас есть? Сгорело. Есть. Но оно сгорело. Не так давно. Но я вам ничем помочь не могу. Так что я попрошу закрыть дверь с твоей стороны. Ты мне сейчас договоришься. Мы из... Гораздо хуже. Мы из Жека. Ну? Комиссия по капитальному ремонту. Высокий класс. Полюбуйтесь, что сделали соседи с моей квартирой. Кто будет возмещать мне ущерб? Ну, вообще-то, по идее, соседи должны. Сосед сверху, кто же еще? Да вот только этот ущерб нужно сначала оценить. Вы не против, если мы займемся этим прямо сейчас? Проходите. И пусть этот бесхозяйственник ответит по всей строгости. Абсолютно верно. Ты мне скажи, там воды было дохренище. Куда она у тебя утекла-то вся? Ухотяра, брысь. Брысь, Хлоя. Хлоя, подвинь жопу. Ах ты, бешеная крыса. Фу. Не правда ли этот кот пушист до чрезвычайности? Он у тебя дикой. Почему же вы позволяете ему на мебели сидеть? Попробуй его запретить. Я поняла. Смотрите. Вот зачем мы дали рогатку пацану. Кот сейчас убежит к тому коту. Надо бы открыть фоточку. Кот кошки хрен поймет. Зачем это еще? Надо выветрить все. Чтобы высохло у вас здесь все поскорее. А то живете словно в подворе. Сейчас еще мошки налетят мухи. Ты вообще здесь жизни не сможешь познать. Во. Ну точно. Там наверное кошка это кот. О, пошла, пошла брачные игры. Осторожнее киса. Этот кот явно не признает вас своего. Каков смысле? Ты что не слышишь? Там кошка. А что не так-то? Ну в смысле? Я думал нормально. Поддувай. Ой, слышно. Шарфиком укутывайся. Избыточная влажность гораздо вреднее. Подожди. А в смысле? Ну-ка пошли сходим посмотрим, что там происходит. Я думала кот сейчас прыгнет за это, за окошко или что-нибудь. Ну вы поняли, да? А он не хочет? В смысле? Алло. А что происходит? А за что так? Ну-ка. Жаль, что форточка не открыта. Это бы нам ой как помогло. Вы обалдели? Лезли бы. Зачем, если есть дверь? Мы бы кое-кого оттуда изгнали. Думаете, тот остряк полез бы? Да, если под остряком вы подразумеваете... Да подожди, он же открыт, нет? Ааа, в смысле здесь решетка. Да? Закрытая форточка, хороший шумоизолятор. Или нет? Ну и что? А то, что наш домашний ленивый котяра может и не слышать воплей дворовой кошки. Так подожди. Ну и что? Все, надоед. Да тихо, дай, дай вот этим. На завередительство. Я бы даже сказал. Ну-ка пошли назад. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я думал, мы открыли форточку. Как бы на нас зло не сорвались за поток. Да нормально все. Мы же не настолько глупы, чтобы брать ответственность за него на себя. Ну вообще ни разу. Подожди, я ничего не понимаю. Я думал, открыли мы форточку или нет? А что это она закрыта опять? Такое ощущение, что эта форточка от сквозняка захлопывается. Можешь тогда не открывать, а то мне сквозняки вредны. Слышь, Полит, стой подальше. А спирт и влажный воздух вам еще вреднее. Не капризничать. Ну. Ну-ка, прыгай. Да что не так-то? Закроем. Конечно, закройте. А то моему коту еще вздумается выскочить. Не надо. Пусть животное еще немного подышит свежим воздухом. Ему полезно. Я... Я, короче, не знать. Я... Это что такое? Что это такое? С январем у меня плохие воспоминания связаны. Чего? Чего же? В этом месяце новый уголовный кодекс начал действовать. Менее веселый, чем предыдущий. Дэ? Ты чем оторвал-то? А помните, в феврале прошлого года цены на все понижать взялись? Не помню. Еще бы. Я тогда сильно пролетел на перепродаже партии пепельниц. Наоборот, повышались. Ну ладно. Что в смысле? Март. Ты мне хочешь сказать, что пока Март на календаре не был, ты нормально, да? Серьезно? Давайте возьмем эту нить Ариадны, киса. Быть может, она выведет нас к бриллиантам. Кот, ты посмотри, начитанный ученый, а? Это самый обычный клубок. Вы законченный реалист, фельдмаршал. Там пошли брачные игры. Кот, вы видели, что сделал? То есть, как только там Март появился, он, значит, это... Давай, режь. Учитесь. Стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете? Так. А сейчас этот на нас найдет. Типа скажет, вы че, охренели мой стул, взяли и порвали. Мало того, что затопили, так еще и порвали все. Минус пять. А осталось семь. Шансы все увеличиваются, а денег ни копейки. Скажите, а ваша покойная теща не любила шутить? А прикинь, если что-то реально. Может быть, никаких бриллиантов нет? Всяк. Да вы что? Вы что? Ну. В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что чувство юмора действительно было чуждо старушке. Так, хорошо. А че дальше? Клубок. Клубок. Точно. А можно? Нет, нельзя. Они идут. Ой, вот это вот все. Опа. Отстрелялся, добрый мальчик. Наверное, жалко стало живот. Как же жалко. Или камни поблизости закончились. Или резинка на рогатке лопнула. Лопнула. Да, по-любому. Так, идемте. Отдадим. Мы сейчас отдадим этой, короче, ведьме клубок ее. И она нас... Мы правильно идем, нет? Мне кажется, мы неправильно идем. Ну, подожди. Где этот дом народов-то у нас находится? Ой, ну и котяра. Да, вот, все. Дом народов здесь. Отлично. А вот отдавать вот этот клубок в дом народов мы пойдем в следующей серии. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...